Девушки отдыхают Теперь все, девушка Ты здесь ни при чем Девушки отдыхают Слышишь, Наташа? Я не хотел, чтобы так получилось, правда? Наташа Молодой человек, что вы здесь делаете? Как вы сюда попали? Через дверь Знаете что? Не смейте меня грубить У нас посещение до 23.00 А теперь вон отсюда Я все равно собирался уходить У нас ведомственное общежитие А не проходной Твор Ну все, все Я тебя прошу Ну пожалуйста, вот давай Давай-ка Вот выпей Успокойся, солнышко мое Ну было бы, из-за кого переживать Ну давай, давай Попей, попей, попей Вот так, вот, вот Наташа Наташа, что случилось? Наташа, он тебя что, обидел, да? Наташа Вот гад, а? Вот гад Если он еще раз Хоть здесь появится Хоть раз И ему все колеса На его тачке попротыкаю Он не появится Он у меня всегда ушел Я попрыгнула Ну ладно Не реви Ну как-нибудь еще наладится Нет, не наладится Все Нет, у моего сына нет отца Грита Иди до Владимира Ксимлянничьим Хороший Маловарик Ты что, стал быть ребенок Не мой, что ли? Иди тогда Она что, с кем-то Денис Да мне не может быть Ты что? Это она врет Я стал быть сволочью Она святая, да? Все-таки не мой Черт, а? Черт! 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 Ты что думаешь? Мне это, что ли, нужно от тебя, да? Одолжение мне сделать Да плевал я на твою одолжение Черт! Девушки отдыхают Черт! Ученения просто нет, да. Давай, Дюклёвич. Хорошо, все, сейчас буду. Наташ, ну тебе полегче уже. Вот тут тяжело. Черт. Отец меня убьет. Все, спокойно. Спокойно. Наигрался в благородство. Она тебе сказала, что ребенок не твой, все, и больше ничего не должен. Вообще никому ничего не должен. Ничего. Это пройдет. Когда-нибудь даже душевные раны заживают. До этого когда-нибудь надо жить еще? Но все равно нужно себя беречь. Не стоит так погружаться в одного человека и любить безоглядно. Нужно найти в себе силы, чтобы пережить предательство. Встать на ноги и продолжать движение. Василий Леонидович, а вы вот мне как мужчина скажите, а зачем он так со мной? Он же мне такие слова говорил, он мне говорил, что он меня любит, что всегда-всегда он хочет со мной быть. А я смотрела в глаза ему и верила. Я думаю, он был с вами искренним. Знаете, мужчины пока молоды и безответственны, очень часто готовы искренне обещать все, что угодно, лишь бы добиться взаимности. А разум берет верх лишь с возрастом. И то не у всех. Наташа, вы еще молоды, и я очень прошу вас, не надо себя винить в том, что с вами произошло. Вы же умная, сильная, добрая. Они все, они все меня считают никчемной дурой. Кто они? Порошилова. Порошилова Дима, Дима, Лариса, это вот отец Димы, все. Наташа, ну, кому вы больше доверяете? Нам? Вашим друзьям, которые вас знают? Или людям, которые вас видели всего несколько раз? Конечно, вам. Ну вот. Так что давайте выше нос. Ведь ребенку воспитать непросто. Поэтому вы должны пообещать, что вы не опустите руки и не свернете с выбранного однажды вами пути. Обещаю. Вот. К тому же вы не одна. У вас есть мы, ваши друзья. Вы ведь талантливая девушка. И если вы чего-то захотите, у вас обязательно получится. Так что давайте. Нос торчком, хвост с пистолетом. Да? Да. Ну вот, другое дело. Молодец, что пришел. Дима, Дима, ты что? Дима, сожись. Дима, как нельзя. Дима, не пойдем хотя бы кофе. Помоги, а? Дима, что случилось? Дима, ты согрей. Дима, что случилось? Не спрашивай ничего, ладно? Не говори мне о чем. Просто помоги, хорошо? Хорошо. Хорошо. Иди к вам. Мама. 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 Отец в бешенстве. Чего он не спит-то? В этом доме никто не спит. Все тебя ждут. Все никак не нагуляешься, бабник. Где был? Что, еще кому-то ребенка заделал? Да нет. Я вот нашу проблему с тобой решил. Что ты мямлишь? Что это? Подписала она, как ты просил, что никаких претензий. Что? Я спрашиваю, что это за клочки бумаги? Ну, это я порвал просто нечаянно. Можно же склеить. Склеит он? Ты что, идиотка? Папа. Ну, все. Готово. С тебя тысячу рублей. Что? Почему с меня? Это анекдот такой, про врача и сантехника. Я не рассказывал? Нет? Сейчас. Значит, у врача дома засорился, раковина засорилась. Он вызвал сантехника. Тоже, значит, пришел, ключом там пару раз по трубе стукнул. И говорит, хозяин, мол, все, готово. С вас тысячу рублей. Врач говорит, за что? Я вот на ирохирург. Я за пять минут таких денег не получаю. Сантехник говорит, ну, так и хорошо, нормально. Я, говорит, когда был нейрохирургом, я вообще таких денег не получал. Что, вообще не смешно? Странно, я вот когда всем рассказывал, смешно было. Может, ты не поняла смысл? Давай еще расскажу раз. Да не, не надо. Что с тобой? Ты какая-то бледная. Ты не заболела? Нет. Максим Леонидович, здравствуйте. Извините, а вы Наташу сегодня видели? Нет, не видел. Она заболела? Я могу ей чем-то помочь? Да, вы, пожалуйста, за ней присмотрите, чтобы она не поднимала тяжести, не переутомлялась. Да, ну и вообще, будьте к ней повнимательнее. Так, а что с ней происходит? Борис, вы же взрослый человек, вы сами догадаться не можете? Тяжести? У нее грыжа? Максим Леонидович, на операцию доложиться надо. Ну, какая грыжа? Какая грыжа? А что? Здрасте. Она беременная. Тихо, тихо. Не надо пока никого в это посвящать, хорошо? Максим Леонидович, не могил. Маш. До меня дошли сведения, что проживающая в общежитии Наталья Бондарчук беременна. Кто вам такой сказал? Не важно. Вы знакомы с установленными правилами? У нас несемейное общежитие здесь нельзя младенцам. Ну, до рождения ребенка еще сто лет пройдет, а? Наталья Бондарчук должна покинуть общежитие как можно скорее. Ну, что за спешка, я прям не понимаю. Ну, как это вы себе представляете? Взять, выгнать девушку в таком положении на улицу, что ли? Не надо обвинять меня в бесчеловечности. Я? Федор Михайлович, ну когда я вас в чем-нибудь обвиняла? Разве такое было? Ее напрямую нет. Но вы много раз давали мне понять, что я вас недостоин. Я так никогда не говорила. Тем более, я так никогда не думала. И если я не принимала ваших ухаживаний, если я не отвечала на них, это только потому, что мы... Ну, не подходим мы с вами друг к другу. Ну, почему вы знаете, что мы друг к другу не подходим? Ну, по какой формуле вы это вывели? Вы мне... Вы мне не дали даже шанса проявить себя. Не надо не нервничать и успокойтесь. Вы правы. Никогда не поздно никому проявить себя. Вы правда так думаете или водите меня за нос? А с чего вы это взяли? Тогда давайте куда-нибудь сходим. Давайте. Куда? Когда? Вот. В ресторан. Сегодня вечером. Я вас приглашаю. Хорошо. А мне кажется, что лучше кафе. Кафе мороженое. Вот здесь, недалеко. Во время обеденного перерыва. Давайте. Вот. Вы вся в этом, Анна Петровна. Вся в этом. В чем в этом? В чем, в чем, в чем я вся, вся... А вот этим мороженым вы только что указали мне мое место. Вы меня ткнули в мороженое, как какую-то приблудную собаченку. То есть, я не достоин ресторана. То есть, мое место в каком-то за трапезным кафе рядом с лайком с сармой. Почему? Почему за трапезный? Это прекрасное кафе. Между прочим, там очень невысокие цены. Не то, что в вашем ресторане. В вашем ресторане с вас перешку раздерут. Вы этого хотите? Хотите? Ладно. Мороженое так мороженое. Ах. Только не в обед. Мы люди солидные после работы. Шесть часов вечера вас устроит? Устроит. Стойте. А Наташа? Как мы с ней поступим? Наталья Бондарчук. Может проживать в общежитии до рождения ребенка. И, Натал, спасибо. И не опаздывайте. Не люблю, когда нарушают договоренность. Договорились. Ой, а я и не поняла. А кто это у нас беременный? От кого беременный? Это вы, Борис? Что ж вы так неосторожно? Денис, дай... Или это по любви? Да нет, разговора не обо мне был. Я вообще здесь ни при чем. Максим Леонидович, ну скажите. Это Наташа забеременела. Я вообще едва знаю. А, Наташа, это что, уборщица? Не уборщица, а санитарка. И не надо об этом кричать на всю больницу. Ой, а что это вы, Максим Леонидович, такое защищаете? Уж не от вас ли этот ребеночек, а? Алт, прекрати молоть чушь. Ну почему чушь? Вы же живете в одном общежитии, наверное, ходите друг к другу в гости, да? Во-первых, тебя это не касается. А во-вторых, я только что проходил мимо твоего кабинета. У тебя там уже очередь. Боже мой, если вы оба ни при чем, почему такая таинственность, а? А что ты там ищешь? Спину на работе потянула? Еще малую ромбовидную мышцу. Зачем? Да вот учебник по анатомии читаю. Хочу понять, где она расположена. А она такая маленькая, я не могу найти ее. Может, лучше витаминчики покушаешь? Нет, спасибо. Лучше съешь сама. Так, давай заключим сделку. Ты сейчас покушаешь витаминчик, мандаринчик, а я позволю тебе на мне поискать эту твою редкую мышцу. Ну хорошо. Договорились. Халат снимать? Так, нормально. Так, здесь написано. Приближает лопатку к позвоночному столбу. К середине и вверх. А, вот я нашла, я нашла ее, наконец. Что это вы нашли, девочки, а? Редкую анатомическую мышцу. В учебниках пишут, Анна Петровна, что она даже не у всех людей есть, а у меня Наташа нащупала. Ой, вот не выдумывай, я такого тебе не говорила. У всех людей мышцы одинаковые. А я к вам с плохими новостями, девочки. Наташе придется подыскать новое жилье. Федор Михайлович, да? Он самый. Я, конечно, попытаюсь еще раз его уговорить, но сомневаюсь, что из этого что-то выйдет. Вот я так и думала, что этот хрыч нам обязательно какую-нибудь подлянку устроит. Ну что теперь делать-то? Что, что, будем искать варианты? Наташа, мы ведь что-нибудь придумаем? Ну, конечно, придумаем. Главное – это не унывать. Покупайте полотенце Курнатовского. Новое изобретение пытливого русского гения. Максимально оздоровительный эффект. Лучшее средство для профилактики респиратурных заболеваний. Разглаживает морщины и придает коже здоровый вид. От чего помогает, сынок? От всего, бабушка. От всего. Максимально оздоровительный эффект. И, кстати, только сегодня 5 рублей скидка пенсионерам. А от психосоматики? От психосоматики в первую очередь. Смотрите, рекомендовано Минздравами 43 европейских стран. Одни наши тупят. Не поняла, что наши делают? Ой, бабулька. В том-то и дело, что ничего не делают. В ус не дуют и мышей не ловят. Вы мне вот что лучше скажите. Как вы думаете, почему? Почему у японцев такая продолжительная жизнь? А какая у них продолжительность? До 100 лет живут. А все потому, что у каждого в доме есть вот такое полотенце. А вот, сынок, не уходи. Я сейчас за кошельком сбежу. Иди, бабуля, иди. Покупайте полотенце Курматовского. А покажите, что у вас тут? Полотенце Курматовского. Лучшее средство по уходу за здоровой молодой кожей. Симпатичным девушкам 5 рублей скидка. Обычное китайское полотенце. У меня дома такое было. Линяет при стирке. И стоит оно 50 рублей. А вы за сколько продаете? Не за сколько. Давай, иди отсюда. Ну, так вы шумлик. А вам не стыдно людей обманывать? Да кто вообще такая? Я тебя первый раз вижу здесь. Я санитарка. Ах, санитарка. Да? А я думал, может быть, профессор, хирург или хотя бы врач какой-нибудь. Я сейчас позову охрану, и они вас свяжут и отправят в вид. Иди, иди, иди. Иди, давай зависть свою охрану. У меня он ножки трусится. Между прочим, я надежду людям на исцеление отдаю. Не то, что ваши эти докторишки никчемные. Зря зарплату получают. Руки, ноги оставь целыми. А? Где он? Где этот брашенгей? Вот я думал, что ты через окно его видел. Вот здесь, на этом месте стоял. Человек-фантом просто только что был. Вот уже нет. Пожалуйста. А, ну, гаденыш, что ему клизму касторочкой заправил. Сутки поменял, но он в тазе просидел. И прямо здесь ему собирался сдать. Знаю, как тебе. Но меня этот тип так достал, что я готова пойти на насилие. Угу. Только ищи его теперь здесь. Ну, я думаю, он теперь недели две точно не появится. Так что можем спать спокойно. Это точно. Вы не знаете, тут молодой человек стоял, бойкий такой. Он полотенца Курнатовского продавал. Простите, а что вы говорите, он продавал? Полотенца Курнатовского. Вы разве не знаете? О боже, как я устал от человеческой мухости. Запомните, лампа Чижевского помогает. Доска Евминова помогает. Дыхательный тренажер Фролова помогает. А полотенца Курнатовского не помогает. Потому что их не существует. Мне Наташа нравится. Хорошая девочка. Добрая, честная, работящая. Только, к сожалению, жизнь наша так устроена, что таким, как она, в первую очередь и достается. Помучь ей надо. С жильем как-то ее устроить, Вик, а? Не могу я ее к себе взять, понимаешь? Не могу. И рада бы, но... Но не могу. Сожитель у меня нервный. Афганский синдром. Вот веришь, даже гостей боюсь к себе приглашать. Я тоже не могу. У меня коммуналка, соседи будут против. Да и ребенку там будет нехорошо. Анечка, а ты не знаешь, кто отец ребенка? Студент практику проходит в их больнице. А папаша его денежный мешок. Не, ну надо, а. Богатенький прохвост. Обманул бедную невинную девочку, понимаешь? А прищучить его никто не может. Ты помнишь раньше? Залетел, женись. Не хочешь? Быстренько на профсоюзное собрание вопрос ребром вот так вот ставили и все. Комсомольская организация, портком. И что? Женились. Как миленькие. Все женились. Ни один живым от ответа не уходил. Вот так вот. Действительно. Как-то мы все это подрастеряли, а? Вот. Наташа. Стой. Ну, как дела? На работе как прошел день? Спасибо, нормально все. Пойдем присядем, поговорим. Наташа. Ты вот случайно не знаешь, где Дима живет? Нет, не знаю. А вам зачем? Я считаю. Что его надо заставить жениться на тебе. Как заставить? А ты об этом не думай. Я все устрою. То, что ты адреса не знаешь, я же, конечно... Ну, ничего. Я в пять минут найду. Я хочу прийти к нему домой и поговорить с его родителями. Нет, Петровна, миленькая, я умоляю вас. Не надо. Я же со стыда сгорю. Да ничего ты не сгоришь. Ты меня благодарить будешь. Пойми, Наташа, я же туда приду не как какое-то ничего не значащее частное лицо. Я приду туда, как представитель общественности. Вон. Нет. Нет. Не, нет, а да. Да, войдите. Петр Алексеевич, я к тебе. Можно? Здравствуйте, Анна Петровна. Проходите, присаживайтесь. Спасибо. Чаю хотите? Нет. Я по делу. Давайте свое дело. Ну, в общем, так. Странные какие-то люди повадились ко мне в общежитие на иномарках ездить. Ага. Хотелось бы узнать, кто такие, где живут. Угу. Они что, кому-то угрожают? Нет, пока они угрожают. Ну, одной девчонке мешают жить. Вот. Пробьешь, нет. Ну, а чего не пробить-то? Для хорошего человека, а? Пробьем. Номера давайте. Сейчас дам. Спасибо тебе большое. Вот. Все уже написала, подготовила. Приветствую, родной АГАИ. Ну, что, Серега, узнал? Да. Слушай, пробей, пожалуйста, для меня номера по базе, а? Угу. Диктую. Угу. Спасибо. Спасибо. Буду должен. Да. Ну, что, странная история. Все трое проживают по одному адресу. Это что, банда, что ли? Возможно. Но ситуация такая, что все три номера зарегистрированы в семье народного депутата Лорошилова Семена Кузьмича. Ну, вот как. Вам адрес писать? Пиши. Анна Петровна, помощь моя нужна? Нет, пока не надо. Я сама справлюсь. Ну, у меня же не только их номера есть. У меня вот каждый их ход прописан. Спасибо. Вы смотрите, не переусердствуйте. Спасибо. Я потом на вашем месте десять раз подумал, прежде чем с такими людьми связываться. Ведь они же жизнь сломают и не задумаются. Знаю я. Одной уже сломали. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Вы к Семену Кузьмичу? Нет. Я к Дмитрию Ворошилову. А по какому делу? По важному. Можно даже сказать судьбоносному. для него и еще для одного человека. Подождите, я сейчас спрошу. Спасибо. Димочка, к тебе пришли. Проходите. Спасибо. Здравствуйте. Это вы хотели со мной поговорить? Сидитесь? Да, я хотела. Здравствуйте. Я комендант общежития, в котором проживает Наташа Бондарчук. Ага. Теперь понятно, где я вас мог увидеть. Угу. Ну, я слушаю, говорите. Может быть, чаю? Валентина Степановна, попозже. Спасибо. Хорошо. Наташа не в курсе, что я к вам пришла. И она вообще против того, чтобы я с вами встречалась. Странно как-то. Зачем вы туда пришли, раз вас не просил никто? Не смейте разговаривать со мной и в таком тоне. Я, между прочим, не кто-нибудь, а комендант общежития. Под моим началом двести человек. Да хоть двести тысяч человек. Вам не нравится, как я говорю, я могу уйти. Валентина Степановна, принесите, пожалуйста, чайку. Не смей грубить меня, мальчишка. Все эти двести человек готовы подтвердить, что ты обещал жениться Наташей. Ты женишься на ней? По-хорошему или по-плохому. Понял? У кого, скажите здесь, какие могут быть претензии? Вот, смотрите сюда. В руки не дам. Читайте. Ну, что здесь написано? Идите к чертову Ворошилову. А, ну, пусть даже. И к черту написано. Та девушка, за которой вы просите, здесь русским языком написала, претензий не имею. Какие у вас могут быть претензии? Нет, у меня не претензии. У меня ультиматум. Дмитрий обязан жениться на Наташе, потому что она порядочная, честная, нормальная девушка, которая его еще и любит. Ай-яй-яй. Честная и добропорядочная уборщица. Какая завидная невеста. Папочка, мы должны непременно принять ее в нашу семью. Это же такая честь. Так, ну ладно, мне надоел этот театр абсурда. Валентин Степан, ну, что же вы стоите? Вы видите, наша гостья уходит. Пожалуйста, проводите ее. До свидания. Я никогда больше не буду голосовать за вашу партию. Ой, бог ты мой. Ну, мы как-нибудь это переживем. Ах так? И никто из моего общежития не будет голосовать. Вообще ни один человек. И еще я возьму и напишу в газету железнодорожников в гудок про вашу семейку. И пусть весь мир узнает, кто такие Ворошиловы. И вообще, как можно доверять судьбу государства человеку, который воспитал такое чудовище? Пойду провожу человека. А ты куда так торопишься? Тебя что, кто-то гонит? Мне так легче. Как тебе легче? Чтоб руки и мысли заняты были. Когда останавливаюсь о Диме и начинаю думать, такая тоска наступает, что аж выть хочется. Давай вместе повоим. Рит, не начинай. Я сейчас заплачу, ты меня не остановишь. Поплачь, поплачь. Может, тебе легче станет. Наконец. Какая же все-таки дура. Ты же меня предупреждала, Анна Петровна меня предупреждала. Я как под гипнозом прям. Все, что он мне не скажет, я верю. Только сейчас не начинай больше, ладно? Ладно. В этом плохом мне нужно квартиру искать, работу. Я, кстати, могу в парикмахерскую устроиться, потому что я умею стричь, маникюр умею, макияж тоже умею. А это хорошая идея. Давай будем искать варианты. Да. Стой! Ты куда? Воды принеси? Раскладывай книжки, я сама принесу. Хорошо. А брюхатил уборщицу из больницы Дон Жоан несчастный. Ну, ты нам скажи, гроза ночных сиделок и уборщиц, чего нам еще ждать? Мы чтоб заранее подготовились. Пап, ну я же все исправил. Я принес расписку, ее любой суд во внимание примет. Ты понимаешь, что ты поставил под удар мою политическую карьеру? А если она действительно пойдет в газету, пойдет на телевидение, ты... Папа, никуда она не пойдет, а даже если пойдет, никто ее слушать не будет. Ты понимаешь, какой может быть общественный резонанс? Да я до конца дней своих не смою этот позор, эту грязь с тебя. Смотри, а он сидит и молчит. Ему хоть быхны, ему как с гуся вода. Папочка, ты не волнуйся. Дима все понял, он впредь не совершит подобной глупости. Да, я понял. Ну смотри у меня, не дай бог тебе сотворить еще что-нибудь подобное. Ты об этом очень сильно пожалеешь. А сейчас марш к себе и готовиться к экзаменам. Все я сказал. Разговор окончен. Итак, наша первая пациентка Семенова Инга Сверидовна. Перелом правой лодыжки в результате форсированного поворота стопы со смещением. Как мы видим, проведена гипсовая иммобилизация. Какие наши дальнейшие действия? Кто сможет ответить? Разрешите мне? Да, пожалуйста. Слушаем вас внимательно. Необходимо точное восстановление расстояния между уберзовыми костями. Если смещение сохраняется, то необходимо оперативно провести корректировку между элементами сустава. Таким образом мы можем предотвратить развитие деформирующего артроза. Браво, коллега. Прошу следующая наша пациентка совершенно другой случай. Людмила Захарова, 23 года. Поступила вчера по скорой с порезом вен. Вены я зашил, потеря крови не критическая. Какие наши дальнейшие действия? Кто ответит? Давайте я. Давайте лучше вот этот молодой человек. Как вас зовут? Дмитрий. Пожалуйста, Дмитрий, что бы вы порекомендовали нашей пациентке? Так сказать, перевязку сделать, чтобы нагнение началось. Еще что-нибудь? Сейчас жизнь и здоровье этой пациентки целиком и полностью зависят от ваших действий. В первую очередь нужно обратить внимание на те виды травм, результатом которых стали порезы на руках. Вид травмы? Порез мягких тканей. Что ж, хорошо, я отвечу сам. Эта пациентка стала жертвой особого вида травмы. Травма психологической. Ведь зашить вены это полдела. Чтобы человек продолжал жить, нужно устранить причину. Здравствуйте. И в этом случае, так сказать, наступает единство родов войск. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу любить и жаловать коллега-психиатр Амарат Григорьевич Кирибек. Коллега, я передаю пациентку вам, а мы с вами продолжим обход. Прошу вас. Дмитрий, вы только что проиграли борьбу за жизнь пациентки. И самое обидное в том, что проиграли абсолютным безбоем. Идемте. Приятного аппетита. Меня это Максим Леонидович бесит уже. По-моему, хороший преподаватель. И самое главное, врач отличный. Да ну. Чего это он хороший-то? Струит из себя светило отечественной медицины. Идин, ты не узлишься, потому что он раскритиковал тебя на практике. Вот и все. Он не раскритиковал, а высмеялся, Саша. Это разные вещи. Ясно? Это разные вещи. Порядочный человек вообще так никогда не поступит. Чего ты смеешься? В случае с тобой он имеет полное моральное право. Ну, все, почему же? Я слышал, что он живет с Наташей в одном общежитии, не волнуйся. Видимо, в курсе ваших дел. Стало быть, это месть запороганную честь соседки по общежитию. Понятно. Бурлят у них там шекспирские страсти под крышей общежития железнодорожников. Нима, а что ты таким злым стал? Ничего. Злым и циничным. Нападаешь на каждого встречного. Возьми себя в руки в конце концов. Да? Тогда объясни мне, почему меня все осуждают. Давай. И почему ты, мой лучший друг, тоже в их числе? Ну? Тебе объяснить. Объяснить? Не понимаешь? Нет, я не понимаю, Саша. Хорошо, я тебе объясню. Во-первых, я не изменяю Богданию. Это первое. А второе, я не делаю детей уборщицам. И, что самое главное, не снимаю с себя ответственности за это. Вот этим мы и отличаемся. Понял? Понял, понял. Спасибо, Саша. Что ты знал, Саша? Мы с отцом к ней ходили и предлагали деньги. Она отказалась. Сказала, что будет рожать. И плевать ей на всех. На меня плевать. На всех плевать. Ясно? Она будет рожать. Она имеет на это полное право. И ты должен это мнение уважать. Да ну? Только дура станет рожать, когда не гроша слушают. Дура. А виноват кто будет? А? Виноват буду я. Я буду виноват, Саша. Все, Дима. Все, спасибо. Привет. Ну, как ты тут? Привет. Я ничего, работаю. У тебя как на посту. А, у меня все нормально на посту. Купила сегодня газеты, в которых печатают объявления по найму на работу. И сижу, прозваниваю. И ты знаешь, что я обнаружила? Что работницы с детьми никому не нужны? А вот и нет. Все с точностью, да и наоборот. Многие мелкие фирмы предпочитают нанимать сотрудниц именно с детьми. Правда? Просто женщинам с детьми можно платить меньше в два раза. И они возникать особо не будут. Наташка, да ну не грусти ты. Найдем мы тебе и работу, и жилье. Я тебе обещаю. Все будет в лучшем виде. Спасибо, Рита. Если б не ты, не Анна Петровна, Максим Леонидович. Ой, ерунда. Если бы не мы, кто-нибудь другой бы тебе помог. Мир-то не без добрых людей. Знаешь, мне иногда такие мысли в голову лезут, что я больше никогда никому не полюблю. И меня тоже никто никогда не полюбит. Как это никто? А как же твой ребенок? Ларочка, привет. Как твои дела? А Дима дома? Сидит за учебниками, готовится к переэкзаменовке. Бедняжка. Слушай, так может быть, ты меня к себе в гости пригласишь? Угу. Прямо сейчас. Ирочка, ну, я боюсь, сейчас не получится. Если Димка завтра провалит экзамен, отец его выгонит из дома. Слушай, а давай завтра? Завтра и папа дома не будет. Кстати, а как там дела у Александра? Слушай, так я с ним только о тебе и говорю. Нет, я очень деликатна, но ты же меня знаешь. Очень и очень деликатна. Мы же с тобой партнеры. Одно дело делаем. Как это какое? Окольцовываем наших нерадивых кавалеров. Ну все, завтра вечером я у тебя. Пока-пока. Пока. А она настырная. Ладно. Главное, чтобы Дима забыл свою поламойку. Макс, привет. Я тебе хотела прочитать одну очень интересную статью. Ты не видишь, я занят. Я работаю. Ну у тебя же обед. Я слушаю. Читай. По данным Всемирной организации здравоохранения, женатые мужчины заканчивают жизнь самоубийством в 15 раз реже, чем одинокие холостые. Кроме того, женатые мужчины живут в среднем на 6 лет дольше. Реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, простатитом и нервными расстройствами. Алла, зачем ты мне это считаешь? Ты не догадываешься? Нет. Тебе очень тонко намекаю, что, не желая меня простить, ты делаешь хуже не только мне, но и себе тоже. Алла, проблема не в том, чего я желаю. Ну и в чем же проблема? Алла, проблема в том, что я по отношению к тебе ничего не чувствую. Ничего. Ни любви, ни привязанности. Ничего. Все кончено. Ты же знаешь, я пытался. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Борис. Вы меня здесь ждете? Да, вас. Ну? Могу я узнать, по какому вопросу? Краны надо посмотреть. В кабинете. Так вы их вчера уже смотрели. А вчера был превентивный осмотр. А сегодня что? Профилактически. Так, Борис, чего вы от меня хотите? Кислородную пенку. И все? Я хочу вас. И хочу, хотел я сказать, вас пригласите. Куда? Я вот, вот по поводу этого я пока еще не знаю. Ну, вы будете знать, проходите. У вас так уютно, мило. Чувствуешь себя как дома. Жаль только, что Дима задерживается. Он обещал выйти с минут на минуту. Лучше бы вы его почем зря не отвлекали. У Дмитрия завтра очень важный день в институте. Иногда бывает отвлечься очень даже полезно. Я с детства хотела иметь такого братика, как у тебя. Он такой красавчик. Ну, у тебя есть двоюродный брат. Да, кстати, мы же сегодня с Сашкой только о тебе и говорили. Он очень рад, что у меня появилась такая замечательная подруга, как ты. Так и сказал. Замечательная. Дима, привет. Привет. Фу, какой ты кислый. Ты явно засиделся за своими учебниками. Дима, ну поехали, прогуляемся. В городе сейчас так хорошо. Нет, нет, я не смогу. Ты же знаешь, у меня завал по учебе. Зачет сдавать не получится. Ну, хотя бы до машины проводи. До машины провожу. Иречка, ты приходи к нам еще. Ну, конечно. Валентина Степановна, вы можете убрать, я не буду пить чай. А Дима где? А он пошел Иру до машины проводить. До машины-то он ее проводит, а вот дальше ей с ним ничего не светит. Да. Дима, ты был неподражаем. Ворвался среди ночи прямо с порога. Настоящий ураган страстей. Извини. Извини? Да за что? Дурачок. Я всю жизнь ждала такого мужчину, как ты. Страстного, решительного. Я целый день сегодня ждала твоего звонка. А потом подумала, да пропадя, ну все пропадом, это гордость. села в машину и приехала к тебе. Слушай, Ир... Я... Я... Я тебе благодарен за вчерашнюю ночь. Столько проблем было, а ты как-то помогла их забыть. Забыть что? Да не важно. Слушай, ты правда очень хорошая. Только друг? Ну ладно, друг так друг. Свободные отношения. Я ничего от тебя не буду требовать. Тем более за мужество. Мне правда домой пора. Ну иди. Идите. Я тебе позвоню, ладно? Ну ничего-ничего. Я еще стану твоей женой. Ирина Ворошилова. Мне нравится, как это звучит. Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ